Добрый вечер! В эфире передача ОКОЁМ. В студию ведущий Вячеслав Ерохин. Только что, несколько дней назад, мы проинформировали вас о том, почему город не в состоянии полностью выполнять закон о ветеранах. Ибо это повлечет в отделение четверти городского бюджета. И рассказали о том, что именно федеральные структуры и областной бюджет должны содействовать выполнению закона о ветеранах. И вот теперь новая информация, которая появилась только позавчера, оказывается в связи с реорганизацией правительства. Намечается жилищно-коммунальная реформа, которую подготовил в своем институте экономики переходного периода небезосвестный Егор Гайдар. И судя по тому, что первым вецепремьером будет Анатолий Чубайс, нас ждет очередной шок. Ибо уже сейчас говорят о том, что новая жилищно-коммунальная реформа предполагает увеличение затрат со стороны жильцов на содержание жилищного фонда. О деталях этой реформы пока не говорят, но суть ее не вызывает сомнений, если иметь в виду, какие люди будут ее реализовывать. Между тем, ситуация у нас и без того тяжелая, и без очередных реформ. Мы видим, что многие предприятия стоят. И самое печальное, что стоят предприятия, которые раньше давали львиную долю городскому бюджету. Одно из них, бывший Подольский механический завод имени Калинина, теперь акционерное общество «Зингер». О том, какая ситуация сложилась на этом предприятии, наш сегодняшний репортаж. Подольский механический завод имени Калинина, теперь вновь именуемый «Зингером», переживает тяжелые времена. В течение трех последних лет катастрофически снижаются объемы производства. Тысячи людей оказались за воротами предприятия. Все это время профсоюзный комитет слабо защищал права своих членов. И только сейчас, когда на заводе промышленных машин рабочим 4 месяца не выплачивают зарплату, и под угрозой увольнения оказались 1300 человек, правком, похоже, начинает занимать твердую позицию. По его инициативе состоялась встреча представителей трудового коллектива завода проммашин с руководством акционерного общества. На ней присутствовали работники городской администрации и горсовета. Президент акционерного общества Григорий Алексеевич Комаренко подробно проинформировал собравшихся о ситуации, сложившейся на заводе проммашин. Для меня лично в течение года была просто адская задача, как сделать, чтобы ПАП пришла сюда, в Подольск, и взяла ответственность по организации этого производства промышленных машин. Значит, мы самостоятельно изготавливать такого уровня промышленных машин не можем. Не можем не только потому, что мы не владеем мировым рынком, а мы не можем только даже и потому, что это традиционно было совершенно все организовано по-другому, и уровень, соответственно, был несколько другой, чем он имеется на фирме ПАП в Германии. Сейчас самая главная задача – это срочно выплатить заработную плату людям, которую насчитали на заводе промышленных машин, и которую мы рассчитывали получим от фирмы ПАП в виде предоплаты. Но фирма ПАП категорически отказалась выплачивать заработную плату в том объеме, как мы просим, из-за того, что более двух тысяч машин находятся в браке на исправлении, половину из них мы привернули сюда, в Падольск. Значит, и второй момент, потому что они уже сделали предоплату на большое количество промышленных машин, которые мы не изготовили. Так за счет каких же источников планируется погашение зарплаты? Источники будут складываться из реализации на внутреннем рынке у нас на остатке более 5 миллиардов рублей промышленных машин, которые находятся на складах здесь, в Падольске, и кое-что из недвижимости, которую мы предлагаем в России. Вот я думаю, что на этой неделе мы смогли бы реализовать эту недвижимость и полностью воплотить заработную плату этому коллективу. Рабочим пообещали выплатить ноябрьскую зарплату 25 марта. Какие-то сдвиги, кажется, наметились. Но людей больше волнует, что их ждет завтра. Никому не хочется попадать под сокращение. И что бы ни говорил Григорий Алексеевич Комаренко о мировом спаде производства швейных машин, о тяжелом налоговом времени, о загубленной легкой промышленности в России, рабочие требуют от него мер по спасению производства. Три последних года, благодаря зарубежным инвестициям и товарным кредитам, заводу удавалось сводить концы с концами. На сегодняшний день товарного кредита, полученного от всемирной компании «Зингер», а эта деталь и комплектующие для бытовых машин, осталось на один месяц. Нет средств для запуска технологических линий по сборке телевизоров, несмотря на то, что комплектующие и узлы находятся на складах. Там же пылятся проммашины на сумму 5 миллиардов рублей. А это замороженная зарплата, вследствие чему нынешний социальный конфликт на «Зингере». Найдет ли руководство «Зингера» пути выхода из кризиса, покажет будущее, но верится в это с трудом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok